Пришли мне покупки из Америки, из Украины. В общем, решила вам показать и то, и другое. Это кроксы. Вот это вот синие сапоги. Они у меня такие были, но протерлась подошва. Я их отвезла на дачу, чтобы там дохаживать на безрыбье. И рак щукой станет. В общем, а себе заказала такие другие. Ну, новые. Думала, правда, что это будет маме. Заказала девятый размер. Вот девятый размер. Но они пришли, я померила. И оказалось, они на меня. И те, которые на даче лежат, тоже девятый размер. Поэтому маме буду заказывать десятый. У нее на размер меньше. А себе уже есть сапоги. Тем более, уже началась осень. И вот еще такие купила на Амазоне. Думала, что это синие, судя по фоткам. Но оказались черные. Но замшевые. Все классно. Там, кстати, вот резиновая подошва. И были они проложены вот такими штучками. Вот такими. Чтобы носочек держали. И вот, чтобы еще щиколотку держала. В общем, прикольные. Они восьмого размера. Где что-то пишется это. Вот, наверное, здесь пишется. Вот. Да. Восьмой размер. 38-39. Я думала, что я ошиблась. Так как вот эти вот сапоги, они 9-го размера. А это 8-го. Я боялась, что я в них не влезу. Я даже подумывала, кому их пристроить. Но они пришли, я померила. И они отлично на мне сидят. В общем, тут такой небольшой каблучок. Точнее, танкеточка. И под какие-нибудь штанишки будет, я думаю, классно смотреться. В общем, мне понравилось. И, кстати, вот такая вот стелька. Я Сашке купила кроссовки с такой стелькой. И они им очень сильно нравятся. Больше всего. И вот мне такая попалась. Поэтому похожу. Потом буду знать, как там что-то. В общем, такие полуботиночки. Видите, все пришло как красиво. В упаковочках. Так, и вот покажу. Машке пришла шапочкой и эти очки. У нее началось плавание в садике. И, в общем, надо, чтобы у нее все было красиво. Заказывали рыбку. Но рыбка почему-то оказалась не в наличии. Хотя на сайте все было. И мы поменяли свой выбор на сову. Теперь Маша будет совой. Розовой совой с розовыми очками. Так что вот такие у нас интересные покупки. Только что принес курьер посылку. Мы ее с Машей раздеребанили. И с Ксюшей. Ксюша даже уже померила свою обувь. В общем, страстно люблю я обувь Тундра Бутс. Как-то я еще, когда у меня был маленький Саша, купила по акции на 6 пм. Как-то очень дешево мы в них проходили. Потом были очень счастливы наши родственники, которые дохаживали. И, в общем, если есть возможность, то я предпочитаю брать Тундра Бутс. Хотя пробовала и Каменьки, и Коламбия. Ксюшки я взяла такие пятого размера. Потому что у меня шестой есть. А у нее ножка как-то маленькая, поэтому взяла пятый. Вот. Потом точно такие же взяла. тоже какой-то размер одиннадцатый на Машу. И, конечно, не угадала. Потому что у нее сейчас получается вот этот одиннадцатый. А на зиму надо двенадцатый. Вот. Или даже тринадцатый. Ну, короче говоря, надо будет что-то делать. Наверное, эти выставлю на продажу. И закажу другие. Но уже в другом цвете. Потому что этого размера нету в этом. В этой расцветке. Хотела, чтобы у девчонок было одинаковое. Но не получится. Вот. Пришли такие же, как я себе заказала, кроксы для Маши. Это уже двенадцатый размер. И все хорошо. Она померила. И готова хоть завтра идти в них в садик. И, конечно, мы взяли Саши. Саши мы тоже взяли Тундра Бутс. В оранжевом цвете. Потому что это его любимый цвет. И у него вот третий размер. По-моему, Биг Китс. Он уже. В общем, обувь классная. Как видите, выдерживает до минус 22 по Фаренгейту. И минус 30 по Цельсию. Да, вот какая-то такая у нас Ирочка. И вот. В общем, что классно, вот эти я взяла по 20 долларов. Эти что-то тоже, по-моему, за 20 долларов на eBay нашла. И вот эти за 21 доллар. А Сашкины, по-моему, за 25. Вот. Час, подожди. И купила вот себе такой рюкзак. Хотела. Синенький какой-то. И вот здесь, вот, короче говоря, есть вот для ноутбука отделение. Удобно, когда летаешь, чтобы у тебя ноутбук лежал в отдельном отделении. Потому что нужно при досмотре доставать его постоянно из рюкзака, чтобы его просвечивали. И, в общем, у меня я пользовалась рюкзаком мужа. Он уже старенький, потрепанный. И хотела себе такой для путешествий. Ну и заодно, может, в бассейн буду ходить и так с детьми. Потому что тут очень много карманов разных, классных. Вот карманчик, вот карманчик. Тут карманчики, вот тут какие-то по бокам идут карманчики. В общем, карманов везде хватает. И прикольно. Последние забрала на 6 км. Сапога, что это у меня я вот это брала. Помнишь? Да. Я показывала уже вот такие сапожки на Машу. Но они оказались маленькими. Я их сейчас пытаюсь продать. Но что-то еще холода не начались. И они не продаются. А это, как только я узнала, что на Машу те будут маленькими, то я сразу заказала вот такие. Ну, такой же модели уже не было нужного размера. Были вот такие. Я их взяла, получается, за 15 долларов. Но, правда, доставка обошлась дорого. Потому что я заказывала срочно и боялась не успеть к холодам. И вот сегодня у нас какое? 20 октября. Они у нас уже есть. Неделю назад пришли. Маша померила. Они классные. Они намного выше, чем вот эта же модель. И она лучше открывается. То есть, видите, тут практически полностью открывается сапог для того, чтобы его одеть. Ну, и тут вот такая тепленькая тканюшка. Тут получается менее тепленькая. Вот эти, которые я купила, Маше будет вот эти шикарные. Вот я открыла Ксюшины. И, несмотря на то, что я вытащила вот этот флястик и пытаюсь открыть, то они настолько сильно не открываются. Вот максимум, который он открылся. Ну, для Ксюшины ножки, конечно, хватает. Я спокойно одеваю Ксюше эти сапожки. Но, тем не менее, они не так круто открываются, как вот эти. Ну, цвет, конечно, такой универсальный, темненький. Мне, конечно, не очень нравится вот этот вот пух искусственный, но они все равно будут под штаниной, поэтому не страшно. Ну, Машенька одела, ей страшно понравились эти сапожки. Тут есть цветочек, что говорит о том, что это все-таки девчачьи сапоги. Потому что как-то пару лет назад у Маши была истерика, я не буду одевать ничего темного, черного, синего и так далее, только розовое. Вот, поэтому я, конечно же, пытаюсь подбирать какие-то такие цвета, которые будут говорить, что это девчачья вещь. И вот этой модели, честно, очень довольна. Наверное, буду в следующий раз покупать Маше тоже подобную модель, ну, если она хорошо себя покажет этой зимой. Так что, большое спасибо, что посмотрели наши покупочки. И до скорых встреч. Пока-пока.